Наконец-то мы все подключили. Жалко, конечно, что я себя не вижу, но ладно, вы меня видите, сказали, что я выгляжу хорошо, ну и хорошо. Сегодняшняя наша преча посвящена просветительской работе с родителями по профилактике табакокурения среди молодежи. Я хочу обратить ваше внимание, что наш вебинар проводится в рамках Центра реализации проекта Центра знаний. Центра знаний, мне очень нравится этот проект, он ориентирован на различные аудитории и на государственные службы, и на общественные организации, и на социальных работников, и на психологов, и на юристов, и на родителей, и непосредственно на саму молодежь. И это очень хорошо, потому что сейчас, поскольку в основном и молодежь, и взрослые берут информацию с интернет-источников, важно, чтобы был очень такой достоверный источник, где можно получить достоверную, правдивую информацию. Ну и не было бы, не реализовался бы этот проект, если бы не работала такая команда, реализует его Украинский институт социальных исследований имени Александра Ярёвенко, сотрудничество с МБФ ПИД фонд «Восток-Запад» и при технической поддержке представительства детского фонда «Юниверс». Вот, и поэтому переходим непосредственно к нашему, к нашей теме. Почему же мы все-таки решили поговорить о просветительской работе с родителями по профилактике собакокурения среди молодежи? А потому что именно в подростковом возрасте негативное влияние никотина особенно опасно. И, в общем-то, курение молодому организму не дает полноценно развиваться, а никотин и другие забитые вещества, которые есть в собачном дыме, пагубно влияют на работу мозга ребенка. И вы знаете даже что? Мы общались с подростками, у нас были такие проекты, когда мы работали и в школах в Киевской области, и с детьми, и с родителями, и в Киеве, и выезжали в Белую Церковь. И, например, даже сами дети это заметили, и мы это заметили, вот начинает человек курить в возрасте 14, там, 12-14 лет, ну, его физическое развитие как бы приостанавливается, а объем легких остается такой, как был в 14 лет. Легкие дальше не развиваются, это просто страшно. Ну, и потом курение подростков, это не только риски для их физического и психического здоровья, это и показатели их социального благополучия, и как маркер неблагоприятного семейного климата, вот, и протест детей против ценностей, которые навязывают взрослых. Поскольку эта проблема актуальна, что же говорят наши социальные исследователи? Ну, если вот мы сравним данные опроса Международный следовательский проект здоровья и поведенческой ориентации молодежи, а мы знаем, что было 4 волны опроса в 2002, 2006, 2010 и 2014, то, в принципе, в 2014 году у нас, мы можем, так сказать, немножко почивать на лаврах, потому что зафиксировано уменьшение регулярных курильщиков среди всех категорий опрошенной молодежи. А поскольку мы с 2000 года где-то начали активно работать по профилактике, очень много проектов работало, и украино-канадский проект молодежи, и проект формирования здорового образа жизни равны равному, еще разные другие проекты, социальные службы тогда имели очень много привлеченных специалистов, и мы буквально обошли во всех районах города Киева, районы социальные службы, чуть ли не все школы. У нас в 8, в Киевском городском центре социальных службе семидесяти и молодежи, где-то было 8 студенческих социальных служб, в которых работало по 15-20 человек привлеченных специалистов, мы их всех обучали, они работали. Можно сказать, ура-ура, зафиксировано уменьшение регулярных курильщиков среди всех категорий молодежи. Но, но, все-таки частота курения остается большой, ежедневно курят где-то 7% учащихся молодежи, 10% юноши и 5% девушек. Больше всего ежегодных курильщиков среди студентов в ПТУ, в профессиональных технических училищах, как было, так и есть. Вот, среди юношей в возрасте 15 лет ежедневно курят каждый десятый человек. Вот, когда среди 17-летних молодых людей, это уже каждый третий подросток, почти 28%. И среди девушек 15 лет ежедневно курят почти 5%, а среди 17-летних это уже каждая десятая девушка. Все-таки это большой процент. А если говорить, что девушке 17-18-19 лет, репродуктивный возраст, а она вступает в интимные половые отношения, начинает пить противозачаточное, а тут вообще бомба противозачаточная в союзе, так сказать, с курением, очень дает большой прирост развития рака груди. И знаю многих девушек, которые уже в взрослом возрасте просто заболели, именно вымерли от этой болезни, просто страшно. Просто на глазах эти дети выросли, на глазах заболели, на глазах их не стало. Поэтому мы и говорим о том, что обязательно нужно дальше говорить о профилактике сирения, научить родителей об этом говорить. Ну, еще-таки к приятному. О том, что собакокурение среди украинских подростков сегодня уже не является нормой, свидетельствуются также данные европейского опроса учащейся молодежи относительно употребления алкоголя и наркотических веществ, ЭСПАС, которое было проведено в Украине уже в 2015 году, в 449 учебных заведениях, и оно было проведено среди возрастной группы подростков 15-17 лет. Так вот, зафиксировавшее уменьшение регулярных курильщиков среди всех категорий опрошенных, очень нас порадовало. Но все равно любой уровень распространенности курения среди детей, которые являются большим нуля, требует внимания, так и со стороны общества, со стороны власти, со стороны социальных работников, со стороны психологов и со стороны родителей. И в ходе вебинара мы как раз с вами и поговорим о том, сейчас, секундочку, извините, я выключу компьютер, как можно организовать работу с родителями по профилактике бабок и курения среди молодежи, и какую информацию для этого лучше всего использовать в нашей такой вот практике. Ну и чтобы приступить уже непосредственно к нашей теме, давайте все-таки вспомним ключевые понятия. Мы все их знаем, но я люблю всегда вспоминать ключевые понятия, потому что это облегчает дальнейшую работу. Что же такое профилактика? Если с греческого языка перевести, это предупреждение. Это такие несколько мероприятий, которые предупреждают какое-либо нежелательное и негативное явление. Если мы обратимся к социальной педагогике, схеме таблиц и комментарии, такое прекрасное учебное пособие под редакцией без палька, то социальная профилактика – это комплекс экономических, политических, правовых, медицинских, психолого-педагогических мероприятий, направленных на предупреждение, ограничение и локализацию негативных явлений в социальной среде. Хорошо, вспомнили, да? Все вспомнили? Хорошо. Так вот, смотрите, в профилактике существует несколько подходов. И с 2000 по где-то с 2010 очень хорошо начал развиваться такой правильный, проактивный подход. Почему, я думаю, и уменьшилось количество курящих среди молодежных? Смотрите, есть такой реактивный подход, который где-то был в конце 90-х, когда, о, приближается день борьбы с табакокурением. Кто знает, когда этот день? В мае, 31 мая. Значит, что мы делаем? Нам надо что-то провести, да? Ну, допустим, в школе или в институте. Значит, дали какое-то указание, по указанию выписали приказ, нагнали полный кинотеатр молодежи, показали там какой-то фильм, кто смотрел, кто жевал жвачки, кто жевал бутерброд, кто играл в морской бой, кто вообще спал, ну, вообще непонятно что. Вот, потом написали отчет, ха-ха, мы охватили 2000 учащихся молодежи, мы им показали фильм о профилактике курения. Мы молодцы. И папку с отчетом положили на полку, все, работа сделана, ура, ура, а деньги потрачены, а ситуация не изменилась. А почему же не изменилась? Этот вот реактивный подход, он одноразовый. Раз в год отметили Всесоюзный день, Всемирный день по борьбе с курением, 31 мая, и на этом забыли. А что же такое проактивный подход? Это когда мы каждый день даем какую-то информацию, знание, как снизить риск, как защитить себя. И работают. И средства массовой информации, и работают педагоги, какие-то мероприятия проводят, и работают социальные работники, и работают медики. Я знаю, очень многие мероприятия по профилактике табакокурения проводят в Киевской городской центре здоровья во главе со Стойковой Александровичем, и у них конек их работы, и работают родители. И вот когда все вместе, вот вы видите, вот это вот такая круглая схема, и когда все вместе, каждый день понемножку даем информацию, маленькими-маленькими шажками движемся вперед, то и будет результат. Вот это наша просветительская работа, просветительское занятие, или просветительский тренинг, они позволят сформировать убеждения по данной проблеме, сформировать эмоциональное отношение к проблеме, и сформировать позитивное отношение, и сделать выбор в пользу здоровья. Допустим, вот, вам, вами нужно научиться, как запрягать в коня. И нам читают на эту тему лекцию два с половиной часа. Если нас потом кто-то спросит, расскажи мне, как запрягать в коня? Вы прекрасно расскажете, как запрягать в коня. Но если вам скажут, подойди к коню, вот тебе уздечка, и ты запряги в коня, с какой стороны к этому коню подходить? Шури. Сзади подошел, конь что сделал? Лягнул. Спереди подошел, конь что сделал? Укусил. С какой стороны подойти? И вот на вот этом просветительском занятии, при таком вот проактивном подходе работы, когда каждый день кто-то дает команды небольшую информацию, можно просто на каком-то макете, с этой уздечкой попробовать, как запрягать этого коня, с какой стороны подойти, что делать, то же самое в теме курения, как сказать нет, как не повестись на вот эту рекламу, рекламу, когда индустрия табачная, очень красивая реклама создает, чтобы молодежь закурила, и сделать выбор в пользу здоровья. Значит, мы поговорили о том, что хоть и снизилось количество курящих среди молодежи, все равно нужно проводить работу, потому что частота курения все-таки большая, что работу нужно профилактическую проводить вместе командой, родители, педагоги, медики, социальные работники, врачи, и поговорили о том, что лучше всего это такую профилактическую работу делать в эмоциональной форме, в форме, может быть, чтобы сформировать такой выбор в пользу здоровья. Хорошо. Да, мы можем переходить дальше. И начинать работу хорошо в такой мысли, позитива. Вообще, на сегодняшний день все работает, если ты настроен позитивно. Успеха можно достичь. И для успешной работы главное все-таки обеспечить техно-сотрудничество в учебных заведениях с родителями целью единого подхода формирования здорового образа жизни детей и подростков и отказа от курения. Ну, методы работы, как раз вот здесь, могут быть совершенно разные. Потому что, если взять какой-то только один метод, например, лекции, лектория, мы уже говорили о том, они могут не сработать. Вот. Здесь может быть и лекции, и беседа, и кино-видео лектории, и диспуты, и тренинги, и развлекающее обучение. Тоже такая очень интересная работа. И социальную рекламу используют. Я вам потом дальше на презентации покажу несколько таких вот интересных примеров социальной рекламы. Мы когда работали у нас студенческие социальные службы, мощная служба студенческая социальная была при Киевском политическом институте. Ходили с этими плакатами, так несколько плакатов просто студенты у нас скинули, где-то там у себя повесили. Мы сначала расстроились, потом думали, о, расстроились, значит, пользуются популярностью. Значит, и настроены мы позитивно и понимаем, что наша работа принесет плоды, успеха можно достичь. Итак, переходим про свидетельской работе с родителем. Вообще, скажите, пожалуйста, вот из тех, кто сейчас участвует, кто-то имеет уже опыт работы с родителями? Если можно, напишите. А то я себя не вижу, вас не слышу. Хочется, какой-то обратной связи. Кто-то имеет опыт работы с родителями? Вот, Ирина, спасибо. Рада. Есть, да? Что вы обычно проводите, Валентина Сергеевна? Частично. Что? Беседы, лектории, тренинги? Обычно. Или родительские собрания? Вижу, вижу. Хорошо. Спасибо. Итак, беседы. Спасибо. В общем-то, несмотря на то, что подростки в своем таком подростковом возрасте очень ориентируются на своих сверстников, все равно от родителей во многом зависит, каким будет здоровье их детей. И, работая с родителями, важно сформировать у них такие понятия, дать знания. Первое, чтобы они понимали особенности подросткового возраста, потому что, когда мы подростки, мы их очень хорошо понимаем. А вырастаем, немножко забывается. Потом, хорошо бы дать родителям информацию о вреде курения для подростков. И, третье, научить, как говорить с подростком, потому что многие родители не умеют говорить. С ними говорили, может быть, как-то авторитарно в их подростковом возрасте, но эту модель переносят дальше. У нас был такой интересный проект с нашими друзьями из Англии. Они его пописали, выиграли. Здесь мы работали по профилактике кабако-сурения в школе в Киевской области. И мы работали с детьми и параллельно работали с родителями. Такой был цикл бесед, тренингов с ними где-то на 4 встречи. И вот этот тренинг для родителей, первую встречу мы всегда начинали такими словами, что дети взрослеют и с ними иногда становится непросто о чем-то поговорить или договориться, но есть способы как говорить с подростками и мы вам их покажем и даже попробуем показать, как они работают прямо реально здесь с вами. И сначала родители были немножко зажаты, а потом раскрывались. Очень интересно такой был цикл вонятий. Так. Ну и не перелистывается. Сейчас. Давайте все-таки если говорить о том, что родителям важно сформировать знания об особенностях подросткового возраста, да, вот еще я этот слайд пролистала, я все-таки хочу вам сказать, что исследователи показывают, что родители все равно были и остаются важным фактором влияния на своих детей, подростков. Мы знаем, что они ориентируются на друзей, на школу, но все равно родители, хотя родителям кажется, что дети взрослеют и не слушают их, но все-таки они остаются во многом для детей авторитетом, и поэтому мы вот на этом занятии говорим, что мы вас пригласили к себе в союзники и помощники, что мы сами не справимся, это тоже так поднимают самая самая родители, и они с интересом дальше участвовали в наших четырех вот этих вот встречах. Так вот, опять, чтобы пойти дальше, вспоминаем ключевые понятия. Что же такие подростки? Что это за возраст? Это люди в возрасте от 10 до 19 лет, согласно классификации Семерной организации здравоохранения. Молодежь люди в возрасте от 15 до 24 лет, а молодые люди люди в возрасте от 10 до 24 лет. И мы знаем о том, что подростковый возраст, такой очень сложный возраст, период подготовки к взрослой жизни, имеет множество отличительных способностей, которые следует принять во внимание, особенно родителям. И мы давайте вспомним о том, что же характерно для подросткового возраста. Ну, первое, что характерно, вспоминайте все себя, реакции протеста, оппозиции, негативизма. Вообще, это происходит из-за физиологической перестройки организма. Они еще не успевают привыкнуть к своему меняющемуся телу. Помните, я вот тебя вспоминаю, значит, я беру чашку и хочу ее поставить в привычное место, где я всегда устала на полку. Но поскольку я быстро выросла и у меня рука выросла, я ее по привычке пытаюсь поставить на том месте, где ее устала и шандараху этой чашкой по стенке. Чашка разбивается. Я в удивление думаю, что происходит? Ну, в общем-то, подростку сложно привыкнуть к своему меняющемуся телу, принять себя в новом обличии, там девочки у нас рыдали, у меня маленькие уши, длинный нос, что за такое, я некрасивая. и еще такие причины во мне. Этот возраст трудный и для подростка, и для окружающих его людей. Как говорила одна мудрая мама, этот возраст просто нужно пережить. И они очень так активно реагируют на то, что, кажется, взрослые ущемляют его взрослые права. Пытаются так защитить себя, чтобы не ущемляли его взрослые права. Ну, вторая особенность подросткового возраста, вы тоже ее хорошо знаете, это приобретение нового опыта. В этом возрасте такое большое желание экспериментировать, узнать что-то новое, неизбеданное, узнать себя, залезть на крышу, залезть там еще куда-то, научиться что-то такое новое делать, рискованное. Вот. И многие в этом возрасте начинают курить, попробовать, мир взрослых людей. Но часто в этом возрасте взрослые воспринимаются не как увеличение ответственности за свои дела, а какие-то внешние атрибуты. Начинают курить, употреблять алкоголь, думая, что они выглядят взрослые. И очень часто подростки боятся что-то делать не так, как делают его друзья. Друзья курят? Ну, я начну курить с друзьями. Девчонки наши в студенческой социальной службе, которые у нас потом были тренерами, получили сертификаты и социальной службы, Центр здоровья, и международного образца. Потом мы проводили тренинги и говорили, мы когда только приехали и поступили в свой институт, и попали в общежитие, ура, свобода, там начали все курить, там, а потом как-то оно все ушло, 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 другие интересы, все заменилось, и в общем-то оказывается жизнь может быть интересной не только, когда куришь и там напьешь всегда у помрачения. Хорошо. Ну и для подростка очень важна поддержка со стороны. Авторитет среди своих сверхников обязательный. Вот. Очень критически восприживают замечания учителей, родителей, особенно при сверхниках. И подросток начинает по-новому смотреть на себя, на окружающий мир, и он не знает, он привлекательный, не привлекательный, ему нужны другие, чтобы понять и оценить себя и свои поступки. И вот здесь вот друзья начинают играть важную роль, потому что его поддерживают. Друзья его поддерживают. И если родители не поддерживают, ругают, там еще что-то, там давят на него, он уходит в компанию друзей, ищет там поддержки. Родители должны понимать, что особенно в подростком возрасте все-таки надо такое внимание со стороны родителей, но не как наезд, а как поддержка, чтобы он свою самооценку у него поднял, чтобы он себя принял, чтобы он не переживал, чтобы он был уверенным в себе, человеком с нормальной самооценкой, уверенной в себе личности, которая знает, что у него надежная целая история. Поэтому для них очень важна поддержка со стороны. И поэтому, если мы говорим о проблеме, как профилактика табакокурения, то в общем-то, действительно, хотим мы того или не хотим, одним нам, без такого маленького, но очень важного звена, как работа с родителями, как поддержка родителями детей, но мы не справимся. поэтому мы и говорим о том, что родители важное звено, и родителей нужно научить разговаривать со своими детьми. Что мы можем сделать на своих, противопротивительской работе с родителями, это показать, может быть, какие-то примеры, кто-то умеет, кто-то не очень умеет, что лучше, чтобы лучше понять, что происходит с ребенком-подростком, узнать, как он живет, что он делает, что он любит, с ним нужно разговаривать. Мы на вот этих вот наших занятиях, я просто их привожу, к примеру, тренинг для родителей, всегда тоже одно из первых занятий, давайте с вами поговорим о том, как вы разговариваете с своими детьми, разговариваете ли вообще с своими детьми, ну, кто готов поделиться своим опытом? Родители бьют себя кулаком в рот и говорят, конечно, я разговариваю, не проходит и дня, чтобы я не разговаривала, я всегда разговаривала. Ну, хорошо, привезли, как вы разговариваете. Ну, за завтраком я всегда его спрашиваю, ну, нравится ли ему еда, там, или за обедом, что было в школе или вечером, и все. Нет, это у тебя завтрак, это у тебя обед. Походу, что ты в этом спрашиваешь? Это, чтобы с ребенком разговаривать, это должно быть безраздельное внимание, чтобы у тебя было время отведенное, ты и ребенок. Вы вообще можете просто рядом лежать на диване, молча, но это уже будет молчаливый разговор, у вас сформироваются доверия. Один папа знакомый, когда мы проводили циклы, ну, эти тренинги, рассказывал, я сначала вас не понял, что вы наезжаете, приехали, тут учат молодые еще, пальцы веры, мучите меня, как с моими детьми мне разговаривать. Почему? Я разговариваю, там, в воскресенье, там, что-то могу спросить, но не очень-то он и хочет со мной разговаривать, и дочка вообще на меня внимания не обращает. И тут мы говорим, ну, выделите время, ну, хотя бы, ну, хотя бы 10 минут в день, ну, 5 минут в день, ну, сколько у вас есть времени, выделите, просто чтобы вы были вдвоем, никто, чтобы вам не мешало, чтобы вы могли поговорить. И потом, через неделю у нас встреча, прибегает этот папа, счастливый, довольный, говорит, слушайте, я нашел время. Дело в том, что я, у меня дочка занимается фигурным катанием, и я увожу ее на занятия, у меня машина, я увожу ее на занятия. И вот в этой машине, пока мы едем, мы, в общем-то, вдвоем, ехать где-то минут 15. Но он схитрил, сказал, что сейчас там перекрыли дорогу, и стал ездить другой дорогой. И ехали они где-то минут 20-25. И первый день там дочка сидела тупо с наушниками, там, с телефоном, я вообще не обращала внимания. А он начал смертливаривать, что распрашивать, как у тебя в школе, а что тебе нравится, опять же, что там твои друзья говорят, ну, всякое такое. И она гунула наушники, сначала удивилась, потом стала рассказывать, и теперь это их самое любимое время. Они знают, что два раза в неделю у них есть время, пока они едут, когда им никто не мешает, они могут поделиться своими эмоциями, у них идет разговор. Это, и папа говорит, мы очень взлюбились, у нас образовались какие-то доверительные отношения. Ну, и что еще очень важно, что когда вы ведете беседу со своим ребенком, очень важно, чтобы услышали вы его, что он вам говорит. Важно слушать. Умение слушать – это еще один шаг на пути к доверию. Ребенок вам что-то расскажет или даже спрашивает не для того, чтобы получить ваш свет, а чтобы вы его выслушали, выслушали его мнение. И это очень важно. И тогда, в общем-то, доверие его растет. Ну, оно, конечно, растет постепенно, складывается с готовностью обсуждать с вами любую тему. Когда у ребенка появляется вера, что вас волнует его проблема, что вы не будете его дадить и учить, а что вы просто переживаете за него, то именно к вам он может прийти с любой проблемой серьезной, какая бы она ни была. И вот в профилактике курения очень важно помнить такой момент, что, когда вы говорите с родителями, если не будете вы говорить с ребенком, то будут говорить друзья улица. Вам нужно работать на опережение. Не думать, что, о, мол, еще рано с ребенком говорить на ту или иную тему. И ждать, когда ему объяснить какую-то другую. Ну, будьте первыми, и ваш авторитет будет выше. Можно себе такой лозунг написать. Будьте первыми, и ваш авторитет будет выше. И если вы первыми ребенку рассказываете о том, как вы относитесь к курению, и как вы хотите, чтобы он вел себя по отношению к курению, то влияние его друга Васи или подруги Веры будет значительно меньше, чем ваш авторитет в этом вопросе. Ну, еще очень важно регулярность вашего поведения по отношению к вашему ребенку. Помните того папу, который возил дочку на фигурное катание в машине? Регулярно, два раза в неделю. У него было 25 минут, чтобы поговорить и обсудить самые серьезные темы. И папа говорит, она мне такого доверяет. Я даже с женой не хочу говорить на эти темы, потому что она мне доверяет. Какой вывод мы можем сделать? Важно разговаривать с ребенком, а разговаривая, слышать его, то есть услышать ответ, проявлять интерес, уметь поддерживать беседу, чтобы сформировалось доверие. Ну, и в тренинговой форме, в форме беседы, или в форме каких-то видеороликов, то можно вообще поставить там телефон или видеокамеру и все эти жизненные ситуации проиграть, кто как отвечает. А потом посмотрите, скажут, люди, ну, вот так не стоит отвечать, а так стоит. Очень часто родители, ну, пользуются такими фразами, какими-то установленными, фразы, которые не рекомендуется произносить в разговоре с подростком, укурение. Вот я сейчас вам скажу фразы и увидим, что говорят психологи, какая реакция на эту фразу. Там увидел, что ребенок еще у тебя курит? О, ты еще мало курить. Я тебе дам реакцию ребенка. Отлично, как только выросу, буду дальше курить. Хотя я уже взрослась, значит, я буду курить. Или там, чтобы я тебя не видела с сигаретой. Нет проблем, буду курить в более приятной компании. Ты меня не видишь с сигаретой, пожалуйста. Ты что, куришь? Курят только глупые люди, дураки только курят. Ну, может, вы дядя Петя и глупые, а я знаю много отличных ребят, которые курят. Пожалуйста, вот тебе реакция. Или Да что, куришь? Не смей курить. Кому сказала не смей? Реакция Чего ты наезжаешь? Не смей мне приказывать. Я вообще не буду с тобой разговаривать. Хлопнул и ушел. Или Увижу сигареты и выгоняю из дома. Ну, какая ерунда. Любопытно на это посмотреть. Я бы и сам ушел из дома. Хочется, что-нибудь помним? Подросткового возраста. Что-то новенького, рискованного. Попробовать. Да и сам уйду, пожалуйста. Хлопнул и дырю, пошел. Потом бегаю ищи его, вызывая милицию. Ты что? Сигарета это яд. Капля никотина убивает лошадь. Чху. Это банально. Я это слышал в школе тысячу раз. Тем более я не лошадь. Вот. Ты сейчас куришь, а потом начнешь пить, употреблять наркотики, тра-даля. Ха. Интересно. А что нужно попробовать? Вот и все. Вот такие фразы, наезды, в общем-то, они не работают. Реакция, можно сказать, прямо противоположная. Расскажу вам. Хе-хе-хе. Одна мама говорит, когда прослушала еще цикл этих бесед по работе с родителями, говорит, ну что, я поняла, погурение это вредно. Погурение просто напрочь убивает молодой организм. Может быть, не быстро, но убивает, что формирует очень сильную зависимость, от которой очень тяжело избавиться во взрослом возрасте. Я видела многих взрослых людей, которым отрезали одну ногу, кому-то уже две из-за длительного курения. И когда я увидела, что мой Сережечка отличничек и классный мальчик в возрасте в 17 лет, заканчивая 11 класс, в 16 лет, заканчивая 11 класс, она увидела там где-то он в парке там закурил с друзьями, он пришел за мной, она ничего не сказала, поздоровалась, прошла мимо, они там в компании сидели. Он пришел домой, а они готовились поступать в университет Чученко, такие серьезные уже, и дополнительные занятия у него были, и спортом он занимался, и все. И она говорит, слушай, Сережа, я вообще-то увидела, что ты куришь, ты вообще давно куришь. Ага, ну попробовал там, пробуешь, да. Ну, я хочу тебе сказать, что если ты будешь дальше курить, я не согласна вкладывать инвестиции в тебя, мои, так сказать, моральные инвестиции, мои денежные инвестиции в твои занятия с преподавателем вкладывать в человека, который на себя забил, потому что все знают, что курение очень вредит здоровью, и ты их тебе подорвешь, и не знаю, как ты будешь жить. Ну, если ты за тебя забил, так что я буду в тебя вкладывать деньги? Я, Сережа, задумался. В общем-то, как-то он завязал с этим курением, бросил курить. Вот такой вот случай интересный. Ну, и очень многие родители, с которыми мы работали в свое время, говорили о том, ну хорошо, как я буду с ним говорить о вреде куриния, если я сам курю. Вот я курю, я курю, говорит там, семи лет там один папа говорит, а второй говорит, а я курю с двумокосы, а я курю с четыре, четырнадцатый. Мама, я не могу бросить курить, у меня такая нервная работа, я курю постоянно. Я, говорит, уже хочу бросить курить, я не могу. Вот что делать, если родители курят? Как говорить с ребенком? У кого-то есть такие ситуации, что родители сами курят, а хотя бы, чтобы их ребенок не курил. Знаете вы таких родителей? Люди, отзовитесь. Ира, Валентина Сергеевна, что-то еще знают родителей, которые курят, но хотят работать со своими людьми? Угу, спасибо, знаем. Хорошо, отлично. Так вот, есть ли отец? Угу, Валентина Сергеевна, Центр Знаний, знают. Очень много даже знаем. Хорошо. Да, кстати, вот, если, даже вот вы начнете работать с молодежью, посмотрите, вот, придется молодежная аудитория и спросит, спросите, ребята, кто вчера на пилосе? Поднимите руки. Никто, я никому не буду говорить, но мы с вами работаем в друже, на такой атмосфере. Ну, там поднимаются, там, шесть рук, хихика. Ребята, там, а кто там вчера, там, съел много, но не занимался физической зарядкой, но там еще там пару человек поднимают руки. А кто вчера, там, курил, много людей поднимало в свое время руки. А кто знает людей, которые курят? Очень много людей поднимают руки. То есть, действительно, много людей знают, так вот, если отец или мать курят, и там курят старшие братья или слострые, а вообще, если в семье курят, то, скорее всего, дети рано или поздно начинают курить, потому что они в этих семьях дети положительно относятся к курению, не осознают вреда, который курению наносится, здоровью. И была одна девочка в одной из киевских гимназий, такая очень престижная гимназия, после встречи со школьниками выходим, вопросы, ответы, подходит девочка, ей 14 лет, и говорит, слушайте, я уже четвертый или пятый раз бросаю курить, я так хочу бросить курить, я не могу, дайте мне советы, или покажите, скажите, какому врачу мне обратиться, что мне делать. Мы говорим, ой, тебе 14 лет, а у нее уже стойкое зависимо, в общем-то, она не, это серьезно очень. А у тебя в семье кто-то курит, да, у нее курят все, мама, папа, сестра, ее муж, дядя, тетя, и вот так вот серьезно все. Девочкой дали ей несколько телефонов, но что было дальше, не знаю, удалось ей избавиться от этой привычки или нет. Так вот, пусть родители не отчаются, если они курят и не могут бросить, но они могут очень грамотно поговорить с ребенком. Будет очень здорово, ну, первое, если этот человек решит бросить. Но поскольку никотинозависимость, она очень серьезная, может, ему не удастся это. Он может просто сказать ему, ты знаешь, что-то я себя плохо стал чувствовать в последнее время, там голова болит, или не могу поднять себе настроение без сигареток. Ну, все-таки, наверное, нужно бросить. Или там, ты знаешь, я сегодня на работе так курить захотелось, но не было возможности. Там тепло, ничего отпустило. Теперь беру с собой там шоколадку вместо сигарет. Или один тоже папа знакомый рассказывал, он когда решил, что все-таки сыну нужно подавать положительный пример, и решил все-таки бросить курить, ой, ну это так ему было тяжело, ну так было тяжело, у папа ответственный работник, очень много времени проводит в машине, напряженная работа, сложная. И что он сделал, стал такие хитрости, да, он покупал сигареты, он говорит, я начал потихоньку снижать долгу, и все это сыну рассказывал, чтобы он видел, что мне это нелегко дается, что она вот эта зависимость от никотина вырабатывается и быстро, а потом годами не может снять павец, он покупал сигареты, клал их в пакетик за щупочкой, знаете, такой замочек его, потом этот пакетик ложил в очень красивую жестяную коробочку из-под чая, жестяную коробочку из-под чая, ложил сумочку из-под ноутбука, ноутбука, сумочку из-под ноутбука, ложил в большую спортивную сумку, и эту сумку обязательно клал в багажник машины. И поэтому, если раньше он ехал, ему хотелось закуриться, он что делал, открывал бардачок, поставил сигаретку и закурил, вот сейчас, он едет по своей работе, а он часто едет из одного города в другой, он медицинские препараты закупал, продавал, рассказывал, рекомендовал, ну, такая работа, и сейчас он это делает, серьезная. ему нужно было остановиться, выйти из машины, достать спортивную сумку, а, ехать на обочину, достать спортивную сумку, из спортивной сумки достать, что там у нас было, сумочку из подношбука, оттуда достать жестяную коробочку из-под чая, из жестяной коробочки из-под чая, достать пакетик с замочком пластиковый, открыть этот замочек, достать пачку сигарет и такой. Первое время, значит, он делал это довольно часто, потом реже, 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 потом лучше уже проехать эту дорогу, чему-то это останавливается, и потихоньку, потихоньку, в общем-то, так эта пагубная привычка от него ушла. А другой папа рассказывал, что тоже, когда он понимал, что детям расслуживали дочки и сына, еще там у него одна девочка, второго детей, он просто выходил на улицу и вместо дыма сигаретного глотал вот чистый воздух. Чистый воздух глотал и, в общем-то, потихонечку, потихонечку ушло. И, кроме того, бросающие родители или не могучи бросить, но уменьшающие количество сигарет могут рассказать детям «Ух ты, сегодня я выкурила, не пачкуй сигарет, а три! Ты знаешь, я взлетел на пятый этаж и не заметил, а ты знаешь, я сегодня в спортлайсе поднял такую штангу, что я вообще не поднимал, потому что мышцы начинают работать, легкие начинают работать, в общем-то, здоровье улучшают. так что даже если родители курят или там они хотят бросить курить или не могут бросить курить, они все равно могут говорить с ребенком, как авторитетный, видишь, я хочу, я пока не могу, ну, лучше ты не начинаешь, чтобы ты не проходила по тяжелой дороге. Ну, и очень грамотно ребенку, так сказать, подвинуть правильную информацию о курении, о том, как лучше бросить, вообще как лучше не начинать. Один мой знакомый, который теперь работает главврачом детской поликлиники, рассказывал о том, что в свое время, когда он был в подростковом возрасте, и как это думала, кем ему стать, как-то мама очень ненавязчиво дала ему книжечку, там известную, Амосова, еще кого-то известных врачей, которые говорили о том, какая-то классная профессия, как важно быть врачом, как это нужно людям, и, в общем-то, это сработало. Стал врачом, детским, и сейчас главврач детской поликлиники. Так вот, где же подростки на сегодня берут информацию, и как его правильно направить, чтобы он эту правильную информацию взял? вот если вы, я бы вас спросила, у меня было этого слайда, вы бы его не видели, где берут подростки сейчас информацию на любые их волнующие вопросы, то очень многие отвечали, отвечают в сегодняшнем где, как где? Среди сверстников. Вы знаете, что данные результатов нашего вот этого опроса, помните, я говорила в начале презентации «Четыре волны опроса», «Молодежь в учебных учреждениях», «В Украине в рамках международного проекта», «Здоровье и поведенческие». Дальше, 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 дальше. Так вот, первое место в рейтинге уверенно заняла всемирная информационная паутина, потеснив и телевидение, и друзей. То есть, на сегодняшний день интернет является основным источником информации для современного украинского молодежи. И это данные 2014-го года, сейчас, 2016-й, будет 2017-й, и еще больше, так сказать, всемирная информационная паутина потеснила другие источники, потому что, посмотрите, вспомните себя, хотя бы три года назад какой у вас был телефон, и вспомните себя сейчас, вот это рабочий инструмент. Приходится работать, я упиралась до последнего, я ходила до потопной ноги, я говорила, ничего не надо, но это рабочий инструмент, здесь все есть, особенно когда есть интернет. Так вот, очень важно еще родители, чтобы родители знали, где взять правдивую информацию, пожалуйста, ваш центр знаний, ссылка, здесь множество вебинаров, множество специалистов, берите информацию, есть другие еще правдивые источники, и важно ими уметь пользоваться, и так это вовремя открыть ненавязчиво, чтобы ребенок видел, там какое-то видео скачали, какое-то что-то там такое нашли, и как-то показали, и получается очень хорошо. Так вот, смотрите, раз мы уже с вами поняли, что подростки берут информацию, ой, а как же мне включить видео, я хотела вам видео показать, так, сейчас, секундочку, подойдите, нет, здесь не будет работать видео, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, ну-ка попробуйте, подождите, сначала плохой запах, потом, ты плохо себя чувствуешь, в конце концов, ты уже и выглядишь плохо, что долго в симптичном личике я открываю дыхание зла, он не... Скажите, пожалуйста, было видно или не видно? Не было видно? Не было видео? Жалко. Так, ну что, я... я в центре знаний оставлю видео, да, может быть, потом как-то подумают, как... как сделать так, чтобы вы могли его получить, ну, жалко как, ладно, хорошо, пошли дальше, тогда мы видео не сможем посмотреть, но видео у нас есть, вообще у нас интересно очень, видео привезли студенты, Валентина Сергеевна, спасибо, я оставлю в центре знания, просто саму папку с видео, потом, может быть, подумаем, как вам можно просто переслать, может быть, по электронке, заархивируем их, перешлем, они небольшие, это очень интересное видео, нам их привезли студенты из американского штата Юта, которые приезжали где-то в начале 2000-х к нам, как раз именно с такой вот, у них была такая миссия по борьбе с собакой курением, и они вообще говорили нам еще тогда о том, что, ребята, вообще это, насколько это вредно курение, и чтобы вы знали, все вот эти фильмы, самые крутые фильмы, которые у вас сейчас демонстрируются, наши американские, ну, это чисто для вашего, региона, здесь снимаются моменты, где главный герой курит, где главный герой там пьет, у нас, в принципе, вот эти куски не показывают, у нас эти куски не показывают, чтобы, чтобы не воспитывать у молодежи желание пить и курить, мы удивлялись вообще, как такое может быть, у них постоянно по телевидению, по телевидению идут в штате Юта, такие большие социальные ролики о том, насколько важно важно молодому организму не курить, и что происходит, и мы эти ролики видели, я вот пару из них вам расскажу, вот ролик, который мы сейчас с вами не увидели, на экране появляется милая-милая такая девушка, черненькая, зловища, такие большие, ротик, носик, красавка-красотка, и диктор говорит, что ему буквально по телевидению там это раз в 10 день это могло, а этот ролик, другой ролик, диктор говорит, сначала ты начинаешь курить, и у тебя там портится кожа, и вот у этой красивой молодой девушки там желтеет кожа, потом становятся плохими волосы, эти удрявые волосы, это облицает, потом появляются морщины, ну и рассказывается то, что происходит в организме, и не просто рассказывают, а просто вот это ее лицо изменяется, из красавицы, оно становится такой, в общем-то, престарелой барышней, и потом опять появляется эта молоденькая девушка, красавица, и диктор говорит, что толку в красивом личике, если свое дыхание зловонно, или же приходят, приходят многие к бабушке праздновать день рождения, а бабушке там 80 лет, ну и диктор говорит о том, что собралась вся семья, внук ее курит, значит, он так покашливает, значит, кашель курильщика, и выносят торт, бабушке 80 лет, 80 плечей, большой торт такой здоровенный, и, значит, бабушка начинает дуть, чтобы задуть плечи, все поют, как это газы сию, бабушка дует, а бабушка никогда не курила, у нее хорошие легкие, и этот торт вылетает в окно, и вылетает, и вообще летит, там за двор, и все такие внуки стоят, и все стоят, и все бабуля, вот это легкие сохранились, а я же говорила вам о том, вспомните, что вот начинает человек курить 13 лет, вот объем легких, у него легкие перестают развиваться, объем легких, вот как был, так и остается, небольшое, но еще один такой ролик, который хотелось бы рассказать, молодые люди, ангар такой, и идет запись, песни какой-то очень известной, известная молодежная такая группа, начинает играть, и там обслуживающий персонал, которые ставили свет, звук, и там один из обслуживающих персонал, он закурил, и вот они начинают спеть, вдыхают этот дым, закашляли, спеть не могут, и он говорит, ой, кто тут закурил, а ну-ка, проветрите помещение, и такие большие, включаются, специи, как они, которые дуют, вентиляторы, помещение проветривается, воздух чистый, и они начинают спеть, да, причем это какой-то один, из самых известных ансамблей в Америке. Так вот, дальше, о чем мы можем поговорить с родителями, помните, я показывала в начале слайд, потому что мы сначала их учим говорить с детьми, потом родители должны понимать, почему курение вредно, немножко поговорить с ним о вреде курения, вот. Вы, конечно, это знаете, но мы немножко такие основные понятия просмотрим, что в собачном дыму одной сигареты где-то 4 тысячи различных химических соединений, и в общем-то все они вредны для здоровья, но некоторые из них особенно ядовитые, это 43 вещества из этих 4 тысяч вызывают рак. Одно из самых ядовитых веществ это никотин, он находится в листьях табака, и когда этот никотин попадает в организм человека с табачным дымом, дымом он действует как очень быстро, сильно действующий наркотик, и вызывает очень сильную зависимость от курения. Ну и еще смола, это темное клейкое вещество, которое оседает в легких. Почему кашель курильщиков? Потому что в этих легких, которые и так нечем дышать, воздух загрязнен, еще эта смола оседает, и постоянный кашель курильщиков, это легкие пытаются освободиться от этой смолы, и они пытаются ее выхаркать. Вот. И также содержится ударный газ, угарный газ, СОО. Вы помните, что иногда бывают такие трагические случаи, когда печка затоплена неправильно, или вся семья травится угарным газом, когда его не чувствуешь, ничего, а человек просто погибает. Так вот, опять же, эти студенты из штата Юта, они привезли наглядный материал, с которым они работают с подростками, с родителями, и среди них была такая баночка, она у нас, кстати, сохранилась, не стоит, не украла, до сих пор сохранилась, банка, литровая, где вот эта вот смола в количестве, почти, чуть ли не до краев полная эта литровая банка, которая оседает на легких курильщиках, и в этой банке утоплена там пачка сигарет. И показывают, вот за год, сколько смола оседает. Там, чтобы, если человек прекратил курить, где-то несколько, до года нужно 24 месяца, чтобы легкие полностью очистили. Это очень серьезно. Вот, пожалуйста, они привезли нам ряд этих плакатов, мы потом их сделали, Центр Здоровья сделал на украинском языке. Вот, пожалуйста, банальная сигарета, посмотрите, и что в этой сигарете находится, и кадни, и считай, что вы проживали батарейку, что вы проживали мышьяк, потому что и мышьяк, и клей какой-то, те вещества, что есть в клее, и свинец, и формальденит, и бензин, и все, что хочешь. И вот это все, вы, вот этот я, сами себе, так сказать, как говорила одна моя, эта знакомая мама, помните, я вам рассказывала, что я не хочу вкладывать человека, который забил на свое здоровье, потому что вы, как бы, сами, вот себе вот это вот все впихаете в себя эти опасные, ненужные компоненты дыма. Кстати, вы заметьте, что когда человек закуривает сигарет, вот человек решил напиться, да, значит он пьет, какое-то время проходит, потом он становится пьяненький, потом сильно пьяненький, потом если очень сильно пьяненький, он пошел все, отмок, не даст, потому что уже организм не справляется, да, организм борется как-то. А что происходит с никотином? Вот вообще трагическая ситуация. Человек закурит сигарету, никотин через легкие попадает в кровь, уже через 8 секунд он начинает влиять на головной мозг. Сначала ух ты, как весело, как хорошо, потом тормозит все процессы центральной нервной частинии. У человека изнашивается сердце, которое курит. У человека на ноль падает, не усваивается витамин С. И таким людям нужно есть очень много овощей и фруктов. Но такие люди все свои деньги тратят на сигареты, несут несколькие овощи и фрукты, то есть сильно падает иммунитет. Повышается кровяное давление, сужаются, забиваются кровеносные сосуды, угарный газ уменьшает поступление кислорода в основной части тела, из-за этого мышцы тела устают, наступает состояние общей усталости, человек не может достичь нормальных спортивных результатов, у него падает иммунитет, ну, в общем-то, плохо. Вот. А если родители, даже которые курят, пытаются бросить курить, и об этом говорят со своими детьми, видишь, как это непросто бросить курить, лучше бы тебе вообще не начинать, то значительно меньшее число детей в таких семьях начинает курить. Что же еще? Вот если только начал курить подросток, то, в общем-то, и курит он не так долго, то у него появляются проблемы, связанные с дыхательными путями, может разбиться одышка, кашель, бронхит, тамасма, пятна на зубах, зловонное дыхание, меняется среду дну эмали, зубы начинают желтеть, и, в общем-то, очень скоро развивается зависимость от курения. Помните, тут 14-летняя девочка, которая говорила, я уже третий раз бросаю курить, не могу. Вот. И совсем недавно ученые нашли объяснение, почему у человека развивается зависимость от курения. Дело в том, что вот этот табачный дым нарушает в головном мозге баланс веществ. И в результате у того человека, который курит, уровень вещества, который вызывает состояние удовольствия в курении, становится намного больше, чем у него курящего. И вот курильщик и так и тянет курить. И становится трудно бросить курить. В общем, курение встраивается просто в его обменные процессы организма и бросить очень. Очень тяжело. Все курильщики об этом говорят. Ну, а к чему ведет длительное курение, вот почему тут и стоит такая красивая картинка расти без сигарет, и как бы в сигаретной пачке карандаши вложены. Это и болезни дыхательных путей, и рак, и губы, и гортани, и рак легких, хронический бронхит. И, кстати, риск умереть у курильщиков от рака легких в 23 раза выше, чем у мужчин. У мужчин курильщиков в 11 раз вышел у женщин курильщик, сердечно-сосудистые заболевания и все возможные другие заболевания. И настолько тяжело бросить курить, что знакомый мой врач, который занимается протилактикой курения, рассказывал, что лежит человек в больнице, вырезали ему одно легкое и от другого оставили маленький кусочек у него рак легких, а он тут и встал на ноги, опять вышел на улицу и начинает курить, потому что не бросить, не может бросить. Вот этот плакат, кстати, который у нас украли студенты. Утянули. Потому что если человек длительно курит, у него снижается мужская репродуктивная система, импотенция, в семьях курильщиков реза раздаются дети мужского пола, никотин повышает ломкость и закупорку сосудов, даже может быть полная закупорка сосудов, развивается стойка импотенции и ампутация ног. И, в общем-то, от всех этих болезней можно умереть. Опять вспоминаю ту маму, которая говорила, я не буду вкладывать, если ты будешь курить, я не буду тебе вкладывать ни свои какие-то физические вложения, ни денежные, вложения, потому что если ты сам на себя забил, я не буду. Ты сам ответственен за свое здоровье. Кстати, вот этот тезис, очень важно родителям воспитать у ребенка, вот этот тезис, так же самое учебному, в школе, и там социальной службе, чтобы не работал с молодежью, чтобы ты сам ответственный за свое здоровье. никто не несет ответственности за свое здоровье. Ни родители, ни школа, ни институт, мы не можем, ты сам ответственный за свое здоровье, ты сам принимаешь решение, курить тебе или не курить, сказать нет, если кто-то там на тебя давит. Вот, поэтому это тоже очень важно, такой аспект в работе с родителями, подвести ребенка к тому, что он ответственный за свою жизнь, он ответственный за свое здоровье и как он тебя будет вести, это уже его проблемы. Вот, от всех болезней, которые связаны с курением, можно умереть. Ну, и третий такой, кстати, сколько у нас осталось времени? 20 минут? Подскажите мне, пожалуйста, полтора часа, у нас осталось еще 20 минут, я так понимаю, да? И такой, третий важный аспект, в котором мы должны поговорить с родителями, о чем было хорошо. Что делать, если ребенок начал курить? Вот что делать? Мы уже с вами говорили о том, что не стоит там говорить, я там тебя из дома выкину, выкинешь хорошо, даже интересно, или там курят только дураки, а, курят только дураки, то дядя Пепа дурак, он же курить, я уже знаю, ну и другие, помните, мы рассматривали ситуацию? Можно так сказать, я тут вам из некоторых стихологов, из некоторых таких авторитетных интернет-источников подобрала такую небольшую инструкцию для родителей, что делать, если ребенок нашел курить. В принципе, вы видите, что презентация, она сделана не как вот классическая презентация, где на большом листе дано углавление и там тезис на там 3-4 строчки, чтобы человек мог запомнить. Поскольку мы с вами все сидим перед компьютером и видим перед собой эту презентацию, она сделана такая, как буклетик, да? И поэтому я очень детально прописала эту инструкцию для родителей. Но что делать, если ребенок начал курить? не стоит сразу хватать его за воротник и трясти с криками. Будешь еще курить там? Я тебе там дам, я тебе покажу. Спокойтесь, проанализируйте, почему ребенок закурил, что курение дает для ребенка. Помните о его подростковом возрасте. Может, это просто эксперимент. И это увлечение уйдет раньше ремня, само собой. Курение может подросток выражать свой протест против родительского диктата. Посмотрите, как вы разрываетесь подростком. Может быть, у него есть потребность независимости. Может, он ищет возможности самостоятельно принимать решение. Но не читайте Наталью, не кричите, не орите. Дайте ребенку то, о чем мы говорили, принять решение самостоятельное. Главное, предупредите о последствиях. И, кстати, вот те подростки, которым предостаётся возможность выбора, обычно принимают правильное решение. Одна из родителей с мамой, когда мы работали, рассказывала такой случай. Восьмой класс, девятый класс, они с девчонками решили, что они достаточно взрослые, накупили сигарет и благополучно там курили, ныкались. И очень сильно мамы их разыскивали, ругали, били. Она говорит, моя мама как-то странно прореагировала. Я когда пришла домой, она говорит, а, кстати, мама курила. О, я уже увидела, что ты куришь, значит, ты достаточно взрослая уже. Ну что ж, раз ты уже взрослая, раз ты уже куришь, ну, достаю пальчик и сигарет, сидит рядом, поговорим о жизни, поговорим о том, ну, вообще обо всем. И как-то она говорит, так это все сказала. Она говорит, я помню, я так рыдала, я не хотела говорить о взрослой жизни с мамой, не хотела с ней рядом сидеть, курить, но у меня весь интерес курили пропало. Она мне же разрешила курить. А те девчонки, которых мама ругала и от которых они не мыслились, перед им уже по 30 лет, а они курят. И мама до сих пор их выслежит и ругает. Нет смысла запугивать черными легкими, говорить о том, что ты там умрешь, тебя отрежут ноги, для подростков страшнее неуважения друзей. А вот рассказать о вреде для голосовых связок, для кожи, для зубов нужно. Хотя особенно впечатляет сильные детей могут и картинки с черными легкими напугать. Что еще? Ну, что еще? Успокоиться, я уже говорила о том, поразмыслить, поговорить с ребенком доброжелателя в мирной обстановке, выяснить, почему он начал курить, потому что многие дети курят, потому что уже курят родители, потому что это круто, потому что его взяли на слабо, давление со стороны сверхников. Или он купился на красочную рекламу, розыгрыши призов от производителя сигарет. Кстати, в Америке там тоже идет такая, вот студенты из штата Юта привозили нам вот этот вот видеоролик, который тоже идет по телевидению. Такой американский город, в откребы стоят, гуляют на улице подростки, мама с детьми, дети, взрослые так ходят, и вдруг все начинают поднимать медленно голову вверх, и вот с неба начинает идти сигаретный дождь. Их тысячи, тысячи этих сигарет медленно падают, они так смотрят, ловят, их начинают курить, собирают, и там за кадром Виктор говорит о том, что табачная индустрия как бы так навязывает, делает красивую рекламу, навязывает подросткам, как бы даже дает пробовать эти сигареты, и никто не говорит о том, и обычно на плакатах курят красивые молодые люди, успешные, ездят на красивой машине, никто не показывает потом, как они болеют, как они умирают, что происходит с их легкими, и очень часто у них тоже, студенты привезли нам этот ролик, показывали выступление вот этого человека, если кто помнит реклама сигарет Мальбора, там такой человек на лошади, ковбой, такой прекрасный, Мальбора скачет, такой бодрый на лошади, рекламирует сигареты Мальбора, потом он, кстати, он много курил, и умер в больнице от рака легких, и он там в больнице перед мамой, он тоже говорит о том, что ребята, ну это все реклама, а на самом-то деле вот я заболела, я вот сейчас умираю, но не курите, вот, тяга к опасному, я говорила, недостаток впечатлений, эмоций, пример курящих родителей, все, почему ребенок курит, об этом стоит подумать, ну и бесполезно ругать, стыдить, запрещать, пугать опасной информацией, почему это так страшно, не запрещать, потому что запрещено, интересно, но можно в кое-какие меры и применить, поговорить, выслушать, и вот такой сайт красиво-успешно, я тут дала вам ссылочку, дает, ну, один не очень эпичный, но довольно действенный совет, как показывают практикам, они говорят о том, и то, о чем мы, кстати, говорили с родителями, там говорили о курении, о деньгах, мы с родителями, с подростками, те, кто курит, считали, сколько они денег тратят на сигареты, в неделю, в месяц, в год, и за год выходила такая сумма, что там и новый айфон, и мопед, и что-то еще вмещалось, и так некоторые, так подростки за голову хватались, ого, ничего себе, я такие деньги тратил на сигареты, вот, и на этом сайте рассказывают такой пример, что родители с теми детьми, которые курят, начали говорить так, о, ты куришь, я буду знать, не прячьтесь, спокойно курите дома, пообещайте не ругать, пообещали и не ругайте, но главное, расскажите о сортах сигарет, о их различии, о том, что дешевая сигарета кукло, нормальной сигареты не бывают низкой цены, и первое время подросток, они рассказывают, у них несколько родителей проводили такой эксперимент, просто был сам не слой от счастья, что у него такие лояльные, понимающие предки, и главное, они содержали свое обещание, они не ругают, они разрешают курить дома, но детьми на сигареты, они говорят, выделять ему не могут, тем более покупать ему куриво, потому что это его жизненные, его проблемы, поэтому, если он хочет, пусть укладывается со своим увлечением в обычную сумму карманных, а если нет, то, в общем-то, пусть идет работает, подрабатывает, помогли найти рабочее место, место человеку, вот, а когда человек стал получать свои деньги, свои деньги тратить на такую сумму, тратить на куриво, тоже как-то баблом стало, и многие действительно из тех, чем так родители поработали, бросили курить, потому что свои деньги жалко тратить на курение. И таким образом наши родители достигли двух результатов. Курение для подростка перестало быть запретным плодом, которое манит, и которое интересно, потому что запрещено, и, в общем-то, заработанные своим трудом деньги ценятся намного больше. В общем-то, если еще хотите кое-что узнать, на этом сайте можно, ну-ка, в принципе, есть ссылочка. Вот, пожалуйста, наши же эти плакаты, которые мы тогда выпустили совместно с американскими студентами из штата Юта. Только они были на английском, и перевели на украинском. Курец внешне, он такой красивый, как это яблоко, а внутри, ну, у него все это с малой прогнившей, не сой, скорее. Теперь еще вопросы, которые у нас осталось 10 минут. Курение электронных сигарет. Курение электронных сигарет, товарищи, это очень интересная вещь. Они сейчас очень популярны, употребление их растет, и в интернете, в общем-то, есть разная информация, но правдивая информация такая, что какое-то время действительно электронные сигареты могут помочь бросить курить людям, которые бросают курить, но они не безвредные. Потому что, когда человек курит обычные сигареты, он получает яд под названием никотин, в случае всяких вредностей, которые входят в кусок кабачного дыма. Там смола, мы уже сами об этом говорили, 43 вредных вещества, которые вызывают рак, в общем, 40 тысяч вредных веществ. Когда же человек использует электронные сигареты, он не получает ядовитых смол, а он просто потребляет никотин в чистом виде. И потом, если обычной сигаретой человек курит дозированно, ну, например, пачку сигаретам денег, 3 сигарет в день, 4, и снижает количество сигарет, то в принципе, в одной заправке электронных сигарет где-то 30 сигарет, будь он выкурил, он не отслеживает, сколько он сигарет курит, он получает чистый никотин. И Центр профилактики контроля заболеваний США, буквально вот, с этим недавно провел ряду опытом на животных, оказалось, что воздействие никотина от электронных сигарет повреждает у животных область мозга, которая отвечает за разнительные мышления, языковых навыков, а также за кратковременную и долговременную память. И этот отчет был обеспубликован в одном известном американском журнале и вызвал просто фурор. Поэтому, в общем-то, курить электронные сигареты не стоит даже начинать, потому что там вы получаете вот этот вредный ябник кин, который убивает лошадь из-за капли, одна заправка 30 сигарет, это попробовать. Это очень серьезно. И чтобы не писали разработчики их о том, как это влияет, как это безвредно, на самом деле это очень вредно. То же самое с курением кальяна. Человек курит кальян в такой вот благоприятной, спокойной обстановке, и это его понукает, как же сказать на русском языке, подталкивает. Потом, когда уже не будет у него возможности курить, расслабившись кальян, просто выкурить сигарету, и там вместе с кальяном он очень много вредных веществ и смол получает от продуктов горения. И в этом дыму очень много вредных веществ. Какие выводы? Подходим к концу нашего, так сказать, вебинара. А выводы такие. Еще раз поговорим, что почему же курение табака так любительным действием для человека? Потому что выделяется много вредных веществ, 43 из них, которые вызывают рак. Главный яд с табаками коктин. По своей токсичности, он очень токсичный, он не уступает в семейной теплоте. Через 8 секунд, после того, как человек закурился, и это начинает усваиваться, влиять на мозг, вызывает всевозможные болезни, от которых можно умереть. И что же мы можем рассказать родителям, донести родителям, потому что мы знаем, что влияние родителя на подростка очень велико. Как бы мы ни говорили, что мы в основном опираемся на сверстников, главное, первое, подводим. Не обвиняйте, не критикуйте, если хотите получить результат разговора о курении. Во время разговора слушайте ребенка, слышите, и попытайтесь донести какую-то информацию в такой форме, чтобы у него выработалось доверие. Не говорите долго и страшно о вреде курении, это бесполезно. Он не может думать о том, что с ним будет через эти 20 лет. Лучше объясните, дорогие родители, ребенку, что курение вызывает зависимость. Ну, а зависимость, это для людей не с сильным характером. Не запрещать изобрет, они помогут. Лучше доверие. И вот то, о чем мы говорили, будьте первыми. Не ждите момента, когда ребенок начнет курить, а проведите профилактические билеты, беседу до того, как с ним провели друзья улица, чтобы у него не сформировалась эта пагубная привычка. Ну и сами бросайте, если можете. А если не можете, хотя бы расскажите, что это сильно, извините, я очень хочу бросить, но не могу, поэтому очень хочу, чтобы ты не начинал. Это наши студенты, у нас студенческая социальная служба работает, это наши плакаты, с которыми мы ходили, рассказывали, с сходниками, с родителями. Ну и благодарим за внимание. В общем, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, у нас осталось еще 5 минут. Была ли вам полезна эта информация, была ли вам полезна эта презентация? Хочется фидбэк, обратную связь. Спасибо, Ирина, за спасибо. Валентина Сергеевна, спасибо. Наталья, спасибо. В общем-то, я смотрю, мало человек у нас принимало участие, да? Но те, кто принимал участие, я смотрю, довольны. Но те, кто не принимал участие, знаете, вот не всегда получается, кстати, у меня, вот тоже, не всегда получается зайти на, да-да-да-да, на, прямо в прямом эфире вот эти вебинары, но, вот здорово, что в центре знаний эта запись вебинара будет доступна, доступна на сайте. И в любое время, вот чем хороший этот портал, кстати, я сейчас вам кое-что интересно скажу, что в любое время, когда тебе удобно, ты можешь зайти, открыть и увидеть правдивую информацию специалистов, которые занимаются этим вопросом, посмотреть ссылки, самому поработать с ссылками, и это очень важно. И порекомендовать тем же родителям, тем же подросткам, потому что на портале центра знаний и для подростков есть специальные беседы, и можно написать специалисту, и у них получить ответ. Это очень здорово. И у нас в Киеве, да, да, по ссылочке, у нас в социальной службе в Киевском городском центре социальных служб такой проект целый год работал. Мы совместно с Мемчином, в город, с побратимом города Киева, мы проводили работу по профилактике физической инфекции, и когда у нас уже было подведение итогов, мы сидели с директором нашей Нерославой Лериной Колобовой, с представителями из Германии, которые к нам приехали, им очень рекламировали наш портал «Центрознание», говорили о том, что мы им здесь тоже говорили и об опыте нашем по профилактике ВИЧ-инфекции, и об опыте Мюнхена, они страшно заинтересовались, кто-то записывали, заходили, им очень понравилось. Так что можно сказать, что этот наш портал по международному значению. Заходите, пользуйтесь правильной информацией, помним о том, что информацию очень много берут из интернета, на сегодня, каким мы того и не хотим, и главное знать, где эту правдивую и правильную информацию взять. Спасибо за внимание. Будут...